Добрый день, уважаемые коллеги, это пятничный обзор от компании Тикмил и с вами я, Артур Изятуллин. Азиатский фондовый рынок встряхнули новости о неминуемых тарифах Трампа, которые стали следствием неудачи переговоров с Китаем. Валютный рынок переваривает на заседание ЕЦБ, который принесло евро меньше оптимизма, чем предполагалось. А Трамп решил ввести довольно значительные тарифы на китайский импорт и выпустит список конкретных товаров позже в пятницу. Об этом сообщила администрация США. Пекин предупредил, что будет придерживаться стратегии око-за око, то есть будет вводить ответные тарифы. Неясно точные даты, когда тарифы вступят в силу, однако администрация Трампа, вероятно, пытается выждать момент, когда появится больше сигналов о замедлении китайской экономики. Обострение экономических проблем в Поднебесной, возможно, затруднят определение адекватной платы за тарифы и вызовут у руководства больше желания искать дружелюбных отношений с Трампом. И хотя тарифный список не будет являться новостью для рынков, это событие у нас уже заложено в рынок на основе предыдущих сообщений, инвесторы будут определенно расстроены утратой перспектив налаживания мировой торговли и возможным ускорением инфляции в США через повышение затрат на импорт. Тарифная угроза единственная, что сдерживает сейчас быков на пути дальнейшего укрепления доллара. Встреча ФРС в среду, которая указала рынком на 4 повышения ставки в этом году, не была тем предсказуемым шагом, на что рассчитывало большинство. Однако, все-таки, как катализатор для удорожания доллара, решение регулятора сработало плохо. ФРС не решилась бы поднимать ставки так быстро, если бы действия Трампа действительно представляли бы угрозу. Поэтому, полагаясь на мнение регуляторов, можно пока проигнорировать тарифный спор США с Китаем. Розничный сектор выстрелил у нас в Китае, так как годовые изменения в рознице у нас показали существенное отставание от прогнозов. У нас в мае розничные продажи у нас составили 8,5% в годовом выражении, против прогнозов 9,6%. Промышленное производство Китая также замедлилось и в годовом выражении увеличилось на 6,8% против 7%. Что касается прямых инвестиций в китайский бизнес, он у нас вырос в годовом выражении, и причем значительно по сравнению с прошлым годом. Данные по розничным продажам и импортным ценам, а также данные по экспорту в США позволили еще разглянуть на экономику с положительной стороны. Однако, комментарии ФРС в целом предвосхитили экономические данные, поэтому они существенного влияния доллара не оказали. Заседание ЕЦБ прошло вчера у нас в четверг и сформировало у рынков смешанные впечатления. С одной стороны, банк заявил о завершении программы скупки активов в декабре, с другой стороны, ожидания по повышению ставки в следующем году не оправдались. В заявлении ЕЦБ говорилось, что обсуждение ставок можно будет начать в июле 2019, то есть первое повышение как минимум может состояться в октябре 2019 года, в то время как средний по рынку прогноз содержал в себе подъем ставки уже в середине 2019 года. Евро поначалу вырос против доллара, вот можно видеть вот этот хвост, но затем он резко обрушился, как видно, нашел поддержку на уровне 1.1550, что в принципе является уровнем поддержки с прошлого снижения, которое произошло у нас в ноябре прошлого года. Здесь, наверное, развернется дополнительная борьба, которая будет основана на том, как развиваются события в торговой войне США и Китая. Что касается экономических данных в еврозоне, то ЕЦБ заявил, что будет полагаться на них дальше, то есть сейчас торговля у нас по евро переходит на завожение ожиданий по производственным потребительским данным и инфляции, и их корректировка с выходом соответствующих цифр. Слабые китайские данные также могли повлиять на евро, учитывая, что одним из главных торговых партнеров Евросоюза является Китай. Снижение арбейской валюты против доллара у нас стало максимальным за 18 месяцев. Фунт стерлинг вчера укрепился против доллара, так как разница в Великобритании неожиданно выросла больше, чем предполагалось, то есть объемы торговли в розничной сфере, что внесло свои коррективы в прогноз в ПВП. Слабые продажи ритейлеров были компенсированы всплеском продаж вне розничного сектора. Фунт позже у нас также отступил от доллара, сейчас торгуется около открытия. По паре доллар-иена мы наблюдаем небольшое снижение. Уровень 110 остается нетронутым. Банк Японии вчера оставил политику без изменений, снизив прогнозы по инфляции, что может говорить в пользу дальнейшего укрепления пары в сторону уровня 111. Главным событием, на которое стоит сейчас сосредоточить внимание, является развитие торговой войны между США и Китаем. Введение тарифов США и ответных тарифов Китая, вероятно, является сейчас основным понижательным риском для доллара, несмотря на то, как ФРС предпринимает шаги в изменении своей политики и, возможно, вызовет распродажу доллара с уровня 95, который он сейчас пытается достичь. Вот именно на этом уровне сопротивления, возможно, будет попытка еще раз отыграть доллар до уровня 94, и только потом, возможно, рассмотреть его дальнейший рост. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в понедельник.